Пуш-уведомления – это такая система, которая встроена в Android и в iOS и позволяет передавать какую-то информацию из центральных серверов уже Apple или Android приложениям, пользователям и так далее. Естественно, пуш-уведомления шифрованы. И, естественно, используется канал связи с центральными серверами Google и Apple. Таким образом, если приложение борется с блокировкой проактивно, то есть оно не просто говорит, ну у нас заблокировали, ну типа и хрен с ним, потеряли мы Уганду, не будем больше в Уганде работать, не стоит оно того. Будем работать в США, там зарабатывать деньги. Если по какой-то причине приложение сказало, что это наш рынок, мы сопротивляемся, мы будем продолжать работать здесь и какие-то технические решения, которые применила эта страна, мы будем с ними бороться. Что они делают? Это уже проверенная информация, это не так можно в теории, это так делал Telegram, когда проактивно боролся с блокировками в России. Просто люди получают новое прокси через пуш-уведомления. Заблокировать это возможно только заблокировав весь Apple и весь Google во всей стране. Россия на это не пошла. Я думаю, что Украина не пойдет тем более. То есть в сухом остатке что у нас получается? Технического способа заблокировать Telegram в Украине, если Telegram выберет бороться, не существует. То есть чтобы они там не принимали, не решали, не говорили там о вреде Телеграма на телеканалах, в ток-шоу и так далее, к сожалению, у Украины нет технических средств блокировать Telegram сейчас. Точка. А что значит сейчас? Ну, я не знаю, может им в голову придет заблокировать весь Google или весь Apple. Хорошо, я понял. Все телефоны просто превратятся в кирпич. То есть, ну, и че.